Донецком направлении Под Маринкой И что бы нам хотелось сказать Этой власти Вы посмотрите какие ухутки Когда мы там воюем Когда мы гнием в окопах Они с*** носят на жопе 23 миллиона И они хвалятся этим Это вообще как понимать Товарищ Путин Товарищ Шойгу Это как понимать А? Мы что за этих Мы тут с*** в окопах сидим Вы нам ответьте Когда у нас конец срока У зэков есть конец срока Вы милуете с*** Убить насильников И так далее Мы уже полтора года здесь С мышами в окопах гнием Когда с*** это закончится Путин с*** в рот Шойгу с*** Когда все это закончится У нас с*** Где наша с*** армия Про которого нам пи***ли столько лет Я поддерживаю этого пацана Саню Который осмелился И высказал все Где с*** наша армия Путин Шойгу с*** Где наша армия Мы вот за этих У*** что ли там Воюем За эту Киркорову Филю Явлееву эту Собчак Эту вашу родственницу Дырявую В рот С*** Всю с*** Вы что творите А? Твари С*** У вас тут корпоративы Вы отдыхаете Тусуетесь Это что с*** Как это понимать Мраку с*** Вы доведете Мы в натуре Выйдем с оружия Мы вас всех на*** переуберем Что вы знаете У меня Вымогали Деньги Били меня 2 числа До этого Мы сняли С ребятами Видео Видео подтверждение Видео Моих синяков Побоев Что меня били Что вымогали Ребята сняли видео Что вымогали У них деньги Что вы видели Их 2 числа Ага Наш командир Командир Штормзета Узнал Что мы сняли видео И в тот же день Он скорее всего Не скорее всего А он предпринял действия И начал Разыскать всех Кто Снялся на видео По рации Мы это услышали И решили Не дожидаться Не видели Автоматы не держали Автоматы не держали Две недели Вообще Сегодня пришли На полигон Пометать гранаты Сказали Гранат нет Не дали даже Автобус назад Мы пешком С полигона Пришли сюда Назад Дважды Наше построение Каким же надо быть Идиотом Проводить построение В зоне действия Дальнобойной артиллерии Противника И в его системе Реактивного залпового огня Будет ли Вообще Трибунал Им помогает Весь мир Поэтому Стремительного Какого-то прорыва Ну Ожидать не стоит Сейчас наши парни При поддержке артиллерии Завязался Очень серьезный бой В городе Потому что Противник Непосредственно Там Заливался бетоном Готовил Фортификационные сооружения И сейчас В принципе Там ситуация Не такая простая Что они рассказывают О том Что у них нет вооружения Им недостаточно Снарядов Все у них есть У них прекрасно Работают БПЛАшники Говорить о том Что сейчас Они где-то поломаются Нет Они будут так же копать Они так же будут укрепляться У них есть на это Прекрасно Все возможности Ну вот как-то Настало время Вроде как Подвести итоги Вот все это На самом деле Сплетается воедино Все эти темы И то что нам будет И то что было И судьба Мурза И давайте посмотрим Что говорили Накануне Разные лица Горячая война Мы Украину победим За два дня Чего ее побеждать Киев будет взят Так быстро Полтора-три дня Два дня Потом падение города Бруль поднимет И Украина Пойдет все Ну возьмем Киев Помните все эти настроения За два дня Прочее-прочее Вот такие вот Шапка закидательские Опять-таки Другая еще новость Тоже печальная Бандеры Накрыли Дважды Наши построения Наши плотные Плотные Групповые цели Первый раз Это было У села Тардовское Там Тридцать шестая Бригада Быстро было построено В ожидании приезда Там сказать Генерала Именно туда Ударили Кассет По-моему Это были Кассетные Боеприятия Простите Это были Хаймерсы Вот это построение Было вскрыто С помощью Дрона Дрона Вражеского И соответственно Та сторона Люди стоят Строем Туда Пошло С этого события Уже На Херсонщике На Херсонщике Простите У села Подкалиновка Там Тоже Выстрелили Для награждения На полигоне Выстрелили Бойцов Там Ну и комсостав Морских Пехотинцев Мотострелковой Бригады Вот И От Ирийского Самоходного Полка Естественно Они Опять же Были засечены С Вражеского Дрона И туда Пролетели Те же Хаймерсы Кассетные боеприпасы Там Очень-очень Многие Полегли Я вот Думал Слушайте Вот Каким же Надо быть Идиотом Чтобы Давать Команды На построение Я говорю О наших Командирах Вам пасть Никогда И о тех Кто отдает Приказ И кто его Выполняет Чтобы в зоне Проводить Построение В зоне Действия Дальнобойной Артиллерии Противника И их Вывая Систем Реактивного Залпового Огня Понимаете Я не знаю Каким Необучаем Надо быть Чтобы Маниакально Продолжать Эту политику Построения Нет Я служил В советских Вооруженных силах Я маразму Не удивляюсь Что видел Как он там Процветает Но это же Война А будут ли Вообще Трибуналы Над теми Лампастниками И подчиненными Кто Собственно Отдавал Приказания На построение Людей На построение Людей В опасной Зоне Будут ли Работать Особый Отдел Ответ В армии Военные Это контрразведка Да Это собственно Занимается Еще при Сталине Он создан Чтобы контролировать Командиров Чтобы они Совсем От безнаказанности И от власти Жизни и смерти Людей Не сходили С ума Не впадали В самодорство Вот Особый отдел Есть военная прокуратура Сработает Граждане Шойгу Герасимов Они напишут Приказ О том Что Запрете Построений В зоне Действия Дальнобойной Арты В условиях Действия дронов И спутников Тоже Когда все это онлайн Попадает На планшеты В управляющие Центры Вооруженных сил Украины Потому что Видимо Рассчитывать На соображалку Самого Большезвездного Начальства Не приходится И Здесь нужны Кстати говоря Показательные Трибуналы Вот эту Спесь Высокого Армейского Начальства Вот это Самодорство И надо лечить Очень-очень Жестокими Методами Вперед парни За Родину Продолжение следует...